День добрый, друзья. Сегодня у меня Samsung Galaxy Tab 2. Модель P3100. Замена тачскрина. Экран целый, матрица целая. Стекло сломано. Можно не выключать. Снимаем заднюю крышку. Проверьте, нет ли сим-карты. Если есть, то вытащите. Карта памяти. Разбираем, снимаем заднюю крышку. Старайтесь не царапать чем-нибудь не сильно острым. Достаточно залезть в щели. Не сложно. Снимается крышка в этой модели. Сняли крышку. Итак, пробуем новый тач. Соединяем к разъему перед установкой. Обязательно нужно попробовать, потому что бывает, что новые стекла не работают. Включаем. Пробуем. Вроде все нормально. Все работает. Можно смело менять. Итак, греем. Итак, включаем фен. Ставим температуру. Я ставлю 350-400 градусов. Греем. Греем. Я не выключаю тап при прогреве тачскрином. По-моему, там безопаснее. Греем. 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 Достаточно сильный двойной скотч в этой модели. Не так уж просто его снять. Снимать будем чем-нибудь вот таким вот острым металлическим. металлической лопаткой. Я не выключаю экран, потому что бывает такое, что два плюса. Во-первых, при прогреве, точнее, при перегреве стекла тепло передается на экран. Экран начинает менять цвета. То есть, если у вас экран будет включен, то вы вовремя остановитесь и никакого перегрева не будет. Ну и во-вторых, во время съема, вот то, что я сейчас сделаю, экран, точнее, тачскрин приклеен не только к каркасу самой рамки, но и захватывает собой край экрана. И во время съема можно повредить экран. А если экран у вас будет включен, то это, конечно, все будет видно. Матрица начнет играть, то есть это будет знаком того, что нужно остановиться, больше прогреть тачскрин. Поэтому на некоторых моделях экран лучше не выключать. Серьезный скотч, конечно. Возьмите вот такой вот канцелярский нож, как у меня. Очень удобно срезается. Особенно на моделях, на которых стекло не заподлицо с рамкой. Не таких, как на этом. Вот видите, здесь придется опять приподнимать. Очень удобно снимать канцелярским ножом. Старайтесь только не касаться экрана. Выбрать определенный угол. Попробуем с этой стороны. Попробуем с этой стороны. Как-то так. Давайте прогреем дальше, чтобы было проще. Если края стекла не прятались за рамку, вот как здесь, видите, то можно было, конечно, срезать намного быстрее. Но у этой модели, у новых моделей, у третьих табов, у них намного проще снимается. Края не прячутся, поэтому просто засовываете канцелярский нож и срезаете весь периметр, даже без прогрева. Здесь вот получается так. И так. Посылась. Сыр. Ирана. Ирана. Да, на совесть приклеен. Достаточно сильный скотч, раза в два сильнее, чем у ипадов. Оно толще и приклеено, клейкое свойство у него намного сильнее. Сняли тач, удаляйте крошку стекольную, потому что она как стекловатор, может быть опасно. Все, фен нам больше не нужен, удаляем остатки скотча. Новый тач у нас проклеен. Даляем пыль. Периметр должен быть идеальным, ни в коем случае не должно оставаться осколков от стекла, скотча старого. Все, снимаем защитный пластик. Со скотча. Удаляем пыль еще раз. Дальше все просто. Все, посадили на свое место. Застегнули. Все отлично. Как видите, зазоров нету, все заподлицо. Рамку мы не поцарапали, срезали нормально. В общем-то и все. Достаточно простая замена. Занимает около 10-15 минут. Всем спасибо за внимание, друзья. Это был JT P3100 модель. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Закрываем крышку. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Задавайте вопросы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok